в летних видео у меня есть выпуск о том как я выращиваю перец как я его посынкую и вот показываю теперь результат так вот посмотрите по сравнению с рукой это перец который растет у нас в сибири в алтайском крае но в теплице выращенный хорош правда же так что я буду с этим перцем шикарным делать сейчас помыла просто вот под водой и поставлю в духовку при температуре 200 примерно градусов минут на 30 пока запекается перец я налила подсолнечного масла в тарелку глубокую и добавляю сюда специи очень важный ингредиент это чеснок этот чеснокодавилка это самая лучшая чеснокодавилка которая пользовалась вообще в жизни я и выписала на джуме есть кстати распаковка вы тоже можете посмотреть тоже будет ссылка на вид на это видео стоит кстати недорого что-то рублей около 200 я надавила здесь остались такие корочки здесь есть чесночок я его сейчас ножичком соскребу добавляю чайную ложку базилика подкручиваю перец смесь и чайную и чайную ложку соли добавляю надо попробовать чтобы было не слишком пересоленая конечно такая вот у меня смесь получилась перчик я вытащила из духовки прошло 30 минут он у меня запекся хорошо и теперь задача снять вот эту шкурочку смотрите она хорошо снимается так вот прям прям без проблем сейчас путь немножечко остынет с охлажденного перца снимается очень хорошо кожица и теперь я режу его не крупно не мелко средние такие кусочки получаются так вот у меня получилось смесь черчу этого желтого и красного перца он достаточно крепкий для того чтобы не разглазиться сейчас я добавляю сюда вот этот соус это уже сейчас вкусно пахнет бесподобно просто главное здесь не пересолить и не не до пересолить равномерненько перемешалось хорошо очень красиво все это выглядит и добавляю яблочного уксуса потому что я его хочу сохранить немножко на подольше это примерно за столовую ложку к тому времени как я все это намешала наделала у меня готовые банки они у меня были в посудомоечной машине все они там просохли они чистейшие сейчас буду накладывать просто не в пастеризованные банки просто в обычные банки я складываю ну и конечно же их нужно будет хранить в холодильнике эту вкуснятину можно есть вместе с мясом с рыбой со спагетти подходит вообще хоть к чему смотрите какая красота получилась конечно из такого количества большого перца это там нет целый лист был но все равно неплохо нормальный в этот выход и красиво смотрится и очень вкусно я вам сейчас попробовала вот даже еще пока перчик не в этом соусе не настоялся это очень вкусно вот в принципе с уксусом он может хранить в холодильнике до нескольких месяцев в таком баночках в этих но вряд ли у нас простоит столько мы его конечно съедим все отправляю в холодильник ну а я желаю всем добра и вкусных рецептов пока пока пока